Сегодня моя презентация будет посвящена самым опасным, мне кажется, инфекциям, которые есть на нашей планете. Дело в том, что я долгие годы работал с особо опасными инфекциями, самыми особо опасными. Каждый день сталкивался напрямую. И, в общем-то, мне хотелось бы рассказать о перспективах нашей жизни. Что нас ожидает, чтобы мы жили долго, счастливо и не болели, чтобы получили новое качество жизни. И это вполне реально. Когда люди говорят, что можно жить долго, не болеть, что можно стать здоровым, получить такое качество, и в 120 лет чувствовать себя замечательно, некоторые не верят. Но на самом деле наука это уже доказала. И мы сегодня поговорим о том, что, казалось бы, ну какой там пустяк, герпес вирусной инфекции. У каждого, наверное, второго, если не каждого, где-то когда-то появлялись вот такие вот прыщики на губах. Ну подумаешь, какие-то прыщики. Ну нашел, о чем говорить, пугать нашел тебя. Прыщики, как прыщики. Поболят недельку-другую, и все проходит. Многие недооценивают эту опасность. И сейчас больше говорят, допустим, о вирусе Эбола, который в Африке поражает уже более двух тысяч людей. Более тысячи людей погибло, это страшно. Правильно? Страшен был. А герпес как-то не страшен. Ну, ничего там, прыщики на губах. Так что страшнее, что нам больше угрожает, вирус Эбола или герпес? Я могу, как специалист в этом области, сказать, герпес гораздо опаснее. Главное, что мы уже все заражены практически этим вирусом. Вчера мы смотрели выступление одного из лидеров, Фулайф Англеса, он говорит, вы запугали своих дистрибьюторов до смерти, ему сейчас нужно к психотерапевтам обращаться. Так вот я сейчас запугаю и так, что некоторым, возможно, придется обращаться к психотерапевтам. Но вы досидите до конца, я вам расскажу, как решить эту проблему без психотерапевта. Но большинство смертей прямо или косвенно связано с деятельностью этих вирусов. И от него главная неприятность, от него практически невозможно избавиться. Даже если мы уничтожим все вирусы, которые у нас внутри есть, поскольку 95% людей заражены этим вирусом, то кого-нибудь обняв, поцеловав или просто даже чихнув на тебя, он на меня чихнул. Можете подавать в суд. Тяжкие телесные повреждения могут со смертельным исходом. Чихал я на тебя, есть такое выражение. Вот посмотрите, кто-то, может, знает этого человека. Павел Грачев, вот красивый мужчина, в рассвете лет, умер от герпесовирусной инфекции практически мгновенно. И не только он. Сейчас смертность, официальная смертность от герпесовирусных инфекций на втором месте после гриппа. Вот такие вот поражения мозга. И, пожалуйста, эту инфекцию ничем не остановить. То есть по чистоте смертности от герпесовируса, от инфекции, официально, он уступает только вирусу гриппа. Но, если посмотреть как следствие, не напрямую, чтобы смерт наступил, а как следствие косвенное, то и в большинстве случаев, большинство людей погибает именно как следствие вируса, в действии вируса герпеса. Вот это вот портрет этого преступника. Ну, конечно, такой симпатичный шарик, такими пупырышками, на конце каждого ключик. Суть в том, что вирусов гораздо больше, чем мы представить себе можем. Мы позавчера купались на русском острове в море. Много, может, мало кто представляет, что если взять сухой остаток, то 2% сухого остатка в море, это не что иное, как вирусы. 2%. 2%. Каждая пятая клетка, которая находится, живая клетка в мировом океане, погибает каждый день от вирусов. Если вирусы сложить все в такую, в одну цепочку, один на другой, они очень маленькие, там, наномикроны, нанометры, там, даже не микроны, нанометры, такие. Вот если их сложить друг на друга, в одну стопочку, знаете, какую стопочку получится? Ну, кто хоть примерно представит? Ну, до Солнца хватит? Хватит и до Солнца. Хватит и за пределы нашей Солнечной системы 200 миллионов световых лет. Какая стопочка получится? Вот. Но эти вирусы не опасны за счет того, что у них нет ключика к нашим клеточкам. Вот то, что мы купались в море, там, один глоток морской воды, и ты получаешь примерно около 300 миллионов вирусов. Причем несколько тысяч, десятков тысяч видов. Но у них нет ключика к нашим клеткам. То есть, главное, чтобы вот этот, у вируса есть ключик к нашим клеточкам, чтобы он зацепился и проник в клетку. Вот это все ключи к нашим клеткам нашего организма, у вируса герпеса. Их много. Одни ключики подходят к тканям иммунной системы, другие к тканям центральной нервной системы, третьи к тканям печени, четвертая к тканям почек и так далее. В зависимости от каждой клетки свой ключик. Если ключик совпал, то значит вирус может проникнуть внутрь. Если не совпал, то он никак не воздействует. Поэтому то, что мы купаемся в море и глотаем морскую воду, это нам не опасно, потому что у тех вирусов, у которых огромное количество, нет ключиков к нашим клеткам. Но они могут появиться. Как они устроены? Это вот внутри ДНК, который несет информацию, потом капсид, куда надежно упакован, сверху оболочка. И вот гликопротеиды, это не что иное, как те ключики, благодаря которым эти вирусы находят, открывают, проникают в клетки нашего организма. Чем больше этих ключей, ну вот это вот реальные снимки, вот реальных вирусов. Как в фильмах «Кошмаров», да? Сейчас я вам покажу страшный кадр, кто слабонервных, просто не смотрит. Фильм «Чужие», видели, да? Вот фильм «Чужие», вот этот вот человек, из него вылезает такое страшное чудовище. Так вот, из каждого человека, который дорожен вирусом, герпеса, вылезает не один, не два, а миллиард, даже не миллиард, триллионы этих частиц, которые, в общем-то, распространяются по всему организму. И возникает вот такая вот инфекция. Вот это маленький ребенок, пораженный герпесовирусной инфекцией. У кого-то на губах, у кого-то более серьезно. У кого-то на спине. Особенность герпесовирусов, я не буду вдаваться в детали, это больше такой научный доклад. Но то, что он глобально распространен, фактически у всех он есть, множественные пусти передачи, и контактно-бытовой, и воздушно-капельный, и так далее, и половой, и фекально-оральный, и пищевой, и так далее, и так далее, и так далее. Фактически мы не можем уберечься от этого вируса, так или иначе. И второе место вирусы, только простого герпеса, занимает второе место в мире, ну, почти 16% после гриппа. Почти пожизненное нахождение вируса в организме и преимущество субклиническое проявление этих заболеваний. Что значит такое? Что фактически, ну, заболел, появился прыщик, прошел, ну и что тут такого? Казалось бы, ничего. Но этот вирус способен активизироваться, как только организм ослаблен. Кроме того, он подавляет иммунную систему. То есть, это как самый настоящий агрессор. Вот когда фашисты напали на Советский Союз, что они прежде всего бомбили? Аэродромы. Чтобы наши самолеты не могли их нейтрализовать. И второе, что они бомбили, это штабы. Так вот, что, прежде всего, разрушает вирус герпеса? Он разрушает, прежде всего, иммунную систему и центральную нервную систему. Систему управления, которая потом уже, когда системы управления организмом выключены, тогда можно уже делать с организмом все, что хочешь. Но вирус герпеса очень коварный. Вернемся к вирусу эбома. Вирус эбома. Казалось бы, смертность 90%. 10 человек заболело, 9 погибло. А вирус герпеса? 100 человек заразилось, и никто через год не погиб. И через два никто не погиб. А вот чуть-чуть там, потом какой-то стресс, какая-то другая инфекция, какой-то еще, травма, и он активизируется, и может привести не прямо, а косвенно гибель. Причем погибает все 100% зараженных. Ну, не сразу. Опасность людей, психология человека так устроена, что опасно то, что сразу происходит. А то, что не сразу, то вроде как это не опасно. Вот переходить улицу на красный свет в большом потоке машин, это опасно. Можно сразу сбить и упадить, да? Страшно. А вот, допустим, курить сигарету, это не страшно. Выкурил, живой. И второй выкурил, живой. А то, что вероятность развития онкологии возникает в сотни раз больше, это как-то человек не задумывается. Что с каждой сигаретой он отнимает свою жизнь, но это, я не буду отнимать хлеб у Сергея Константиновича, который будет за мной выступать, но что из сигареты, это гораздо больше, от них гораздо больше погибает людей, чем от многих других причин, а ты об этом как-то не задумывался. Главное, не сразу. Вот и герпес тоже. Главное, не сразу. Убил, но не сразу. Вот и поэтому уже вроде как не совсем опасно. На самом деле это очень опасно. Очень высокая частота внутриутробного инфицирования детей. Это очень часто приводит к различным ростам, выкидышам. Детский церебральный паралич уже доказан, что это следствие герпесвирусных инфекций. Аутизм, эпилепсия. Сейчас потрясающая ситуация. Не знаю, как во Владивостоке, но в Москве только 0,6% первоклассников, которые пойдут сейчас в первый класс, здоровые. 0,6%. Фактически здоровых не осталось. И 70% у них неврологическая патология. И в большинстве случаев это так или прямо или косвенно связано с хронической инфекцией, чаще всего с герпесвирусными. И еще одна опасность. Это тяжелое течение у детей, у новорожденных генерализованной инфекции. И связано еще вот с чем. Что герпесвирус, он часто маскируется. У человека, у ребенка или взрослого герпесвирус разрушает иммунную систему. Разрушенная иммунная система, снижение иммунной системы вызывает активизацию другой микрофлоры. О, у человека стрептококки выделили. Давай бить стрептококки антибиотиков. Убили стрептококки, глядь, а у него хламидии вылезли. Или там еще что-нибудь, или еще что-нибудь. И гоняется с этими инфекциями, бьют тоннами антибиотиков. Хотя, в принципе, налицо активизация герпесвирусной инфекции. Но на нее как-то не обращаются. Она уже всех. На нее не обращают внимания. И очень опасна эта тенденция. И Павел Грачев умер. Знаете почему еще? Потому что лечили неврологи. Они лечили что? Лечили симптомы. Вот у него парализовало. Вот у него там еще что-то там. Симптоматический синдром. Давай восстановим нервную систему. Давай восстановим там кровообращение. Что угодно. Но только не этиотропное лечение. Они уничтожали герпес, который в это время разрушал весь организм. И очень часто именно основная причина уходит из-под надзора. Герпес, он как бы замаскировывается. Но мы еще поговорим сегодня о многих вещах. Еще одна особенность герпеса. Некоторые думают. Вот у меня прыщик на губах прошел. У меня вот я переболел герпесом. Есть иммунитет. На самом деле вирусов герпеса не один, не два, а целых восемь видов. И они иммунитет против, нет перекрестного иммунитета. То есть если вы переболели вирусом первого типа, не факт, что вы не заболеете вирусом шестого типа. Или там цитомигаловирусом, или вирусом Штейн-Бар, и это будет протекать очень тяжело. Поэтому очень опасны инфекции, когда несколько вирусов герпеса активизируются одновременно. И в этом случае организмам очень сложно бороться, и последствия могут быть очень тяжелыми. Причем посмотрите, поражаются фактически все органы системы. Но прежде всего, и главным образом поражается иммунная система, и центральная нервная система. То есть прежде всего надо нейтрализовать систему управления, а потом уже делать что хочешь. Так вот, вирус герпеса, в отличие от вируса Эбола, он не вызывает смертность сразу. И это выгоднее вирусу. Скажите, много ли может заразить человек, если он заболел вирусом Эбола и через два дня умер? А вот если он всю оставшуюся жизнь будет целовать красивую женщину, то он разнесет этот вирус по всей планете. Более того, он еще будет передаваться по наследству от матери, детям, внукам и так далее. Фактически остановить эту инфекцию невозможно. И еще одна особенность. Ко мне часто приходят, к врачам приходят, вот мы сдали кровь на вирусы герпеса, и там никаких анализов не нашли. ПЦР-анализ говорит отрицательно. У меня нет вируса герпеса. А вирус герпеса в крови не всегда выделяется, даже если он активный. Посмотрите, только в 57,5% ПЦР-анализ крови дает положительный результат. То есть только в 60% случаев у человека герпес вирусная инфекция, а в крови они выделяются. Причем это очень плохой парагностический признак. Если в крови выделяется вирус, то это значит уже инфекция далеко зашла, значит иммунная система сломлена. Вирус герпеса опасен тем, что он, как бы сказать, паразитирует внутри клетки. И у нас довольно хорошо срабатывает гуморальный иммунитет. Антитела вырабатываются, если вирус попал в кровь, то его тут же антитела обнаружат и нейтрализуют. Но пакет заключается в том, что он находится внутри клетки, и антитела, его как бы есть у нас против вируса герпеса, а вируса как того нет, а он внутри клетки паразитирует. И только если мы добавим еще анализ крови и мочи, тогда вероятность почти 100%. То есть надо делать анализ ПЦР на не только кровь, но и мочи, и слюны. Почему слюны? А вирус в случае он очень хитрый. Иногда думаешь, у них интеллект порой лучше, чем у людей. У этих вирусов. Потому что как передается вирус герпеса? Он чихнул, он поцеловал, он еще облизал. То есть контактно-бытовой и аэрогенный способ, это значит, что вирус прежде всего находится в слюне. А вот в слюне он очень часто выявляется. Если мы будем добавлять слюны, в слюне он в крови может не быть, а в слюне он может быть, или в моче он может быть, потому что почки часто поражают. То есть надо же его распространить. Вот для этого он таким образом действует. Поэтому кроме ПЦР, анализа крови мочи и слюны, нужно еще делать антитела. Вот второй столбик, он 67,5%. Это иммуноглобулины G, медленные. И еще можно в начале инфекции иммуноглобулин М. Начальный иммуноглобулин. То есть надо еще делать анализ антитела. Тогда мы можем сказать, что анализа, более-менее есть вирус герпеса или нет. Но здесь возникает одна проблема. Почему вот эти исследования, которые я буду сегодня говорить, проводились в Кремлевской больнице в Москве? Не догадались, почему? Одна из основных причин, что полноценный иммунологический анализ, полноценный анализ на ПЦР, антитела, все-все-все-все эти анализы, на иммуноглобулины, это очень дорогое удовольствие. Пойдите, сдайте один анализ. Это 400 рублей. А если вам нужно в кровь мочи и слюны, это уже 1200. А если антитела, то еще. Как минимум обследование обходится минимум 5-6 тысяч рублей. И далеко не везде есть возможность провести этот анализ. То есть поэтому я сегодня вам буду говорить те результаты, которые... Это полноценное обследование. Но это не значит, что если даже у вас как-то ограничено количество возможностей обследовать себя, людей, больных, то я подскажу, как это сделать, какие минимальные анализы можно сделать, чтобы помочь человеку именно правильно поставить диагноз. Специальное обследование вот в длинной сбереченьке, это было возможно сделать только в Кремлевской больнице. Потому что исследование иммунного статуса это как минимум 10-12 тысяч. А если исследование интерферонного статуса, то один анализ это вообще еще у того. То есть эти анализы очень дорогие, требуют специальных навыков, исследований. Но тем не менее, когда мы провели вот это полноценное исследование, причем исследовали у людей на протяжении двух лет эти исследования. То есть не просто когда они болели, а потом еще в течение двух лет наблюдали, мы получили очень интересные результаты по использованию трансферфакторов. Именно почему трансферфакторов теперь немножко ближе к нашей теме. Дело в том, что реально защитить наш организм не может ни один фармпрепарат. Реально может нас защитить только собственная иммунная система. Собственная иммунная система, она довольно совершенна. Мы здесь все, здесь только потому, что мы поколение победителей. Мы здесь потому, что наши деды, прадеды, прапрапрадеды и так далее, когда-то у них была хорошая иммунная система, и они уже с этими инфекциями сталкивались, и они победили эту инфекцию. То есть мы наследники тех, у которых хорошая иммунная система, которая позволяет распознать, ответить или уничтожить врага и запомнить этого врага. Это очень важное значение. И иммунитет зависит от того, от того, сколько клеток нашей иммунной системы, и какая скорость передачи иммунной информации. А сколько клеток у нас иммунной системы, кто знает там? Но я могу сказать, каждая десятая клетка нашего организма это клетки иммунной системы. То есть 10% клеток нашего организма это иммунная система. Представьте себе, в государстве, если бы на защиту от врагов выделялось 10% населения. Это очень много, да? Даже во время Великой Отечественной войны в армию примерно 5-6% было мобилизовано от общего населения. А тут наш организм выделяет 10% собственно в клеток для того, чтобы бороться с этими инфекциями. Это очень эффективно. Но при одном условии. Если бойцы, которых мобилизовали на эту войну, знают, как себя вести на поле боя. Знают, как себя вести. А вот для того, чтобы они знали, как себя вести, за это отвечает именно трансфер-фактор. Это фактор передачи иммунной информации. Или трансфер-фактор. Фактор переноса иммунитета. Открыли его давно, в 1949 году. Профессор Шерлд Лоринс выяснил, что если взять кровь от здорового человека, перевить кровь больному туберкулезом, то больной выстроит. Потому что в крови человека, который переболел, крепкий иммунитет, есть вещества, которые как бы перевивают этот иммунитет. Это не прививка. Потому что прививка вырабатывается, ну, если сделать прививку, через несколько недель, даже месяцев перед туберкулезом. Это не антибиотик какой-то, не антитела. Это программа, благодаря которой иммунная система начинает узнавать врага и эффективно с ним бороться. И назвал это все явление трансфер-фактор. Фактор переноса иммунитета. Сейчас во всех серьезных учебниках это есть. Большой медицинский институт, в принципе, любые врачи, которые учились за последние хотя бы несколько лет, ну, до 20 лет в институтах, в учебнике иммунологии это есть и так далее. Но в широкую практику это до недавнего времени не возошло. Почему? По одной простой причине. В большой медицинской энциклогии написано. Потому что это стоило очень-очень дорого. Курс лечения составлял миллионы долларов. Чтобы получить 100 миллиграмм трансфер-фактора, требовалось 50 литров донорской крови. Можете себе представить, сколько стоит 50 литров донорской крови? А это только на одну инъекцию. А чтобы полностью лечить, это нужно было миллионы. Миллионы. Сотни, ну, во всяком случае, сотни тысяч долларов. Потом научились получать кровь из крови свиней трансфер-фактора. Есть препараты, которые уже гораздо дешевле. 430 евро 100 миллиграмм. Это уже немецкие препараты. Но реально использование трансфер-фактора возникло, стало поменяться только тогда, когда трансфер-факторы научились получать из молозера. Коров и этот продукт сейчас стоит, ну, 100 миллиграмм, если на наши деньги посчитать, ну, порядка 10-15 рублей. То есть это фактически стало доступно подавляющему большинству населения планеты. То есть этот препарат стал доступен. И благодаря этому мы имеем возможность совсем по-другому подходить к лечению многих-многих болезней, в том числе инфекционных. Ну, основная роль трансфер-фактора обучить иммунную систему правильной работе. А правильная работа иммунной системы заключается в согласованной работе всех клеток нашего организма. И если все клетки нашего организма будут хорошо работать, наш организм прекрасно справится с любой проблемой, которая сталкивается. Меня иногда спрашивают, а вирус эбола трансфер-фактор поможет? Я думаю, что поможет. Но, во всяком случае, не так эффективно. Это не гарантия того, что мы вылечим вирус эбола. Дело в том, что основной механизм действия трансфер-фактора в том, что он активирует выработку и активизацию собственных интерферонов. А вирус эбола обладает белками, которые блокируют действия интерферонов. То есть он выключает, прежде всего, защитную иммунную систему клеток. Но как инфекционист, который работал с особо опасной инфекцией, могу сказать, что у нас в России разработали прекрасную вакцину, так чтобы вы спокойно спали и не боялись эбола. У нас в России разработана уже давно прекрасная вакцина, которая способна защитить человека от заражения боли. То есть это заранее сделать прививку, не когда заболеешь, а заранее сделать прививку и через 2-3 недели вырабатывается иммунитет, который стабильно защищает от вируса эбола. И у нас в России мои партнеры, товарищи, которые работали с вирусом эбола, они и лечили вирус эбола очень эффективно. Мы лечили, знаете, каким образом? Один вылечился от эбола, у него берут сыворотку, потом, если другой заражает, выводят эту сыворотку, и она прекрасно защищает. Ну, вернемся к трансферфактору. Трансферфактор представляет собой не что, а не полипептид, цепочку из аминокислот, как белки, только гораздо короче. Но причем здесь очень интересный момент. Здесь декапептид, то есть 10 аминокислот, они стандартные, а хвостики разные. И вот эти 10 аминокислот стандартные, они как раз позволяют отличить просто куски белка от специфических молекул, которые несут иммунную информацию. Вот от 3,5 до 10 тысяч дольтон молекулярный вес, и их огромное количество. Это не одна какая-то молекула. Это огромное количество. Это как библиотека. Как библиотека антивирусная программа, благодаря которой, в общем-то, антивирусы, ну, в компьютерах определяют вирусы. Как они работают? Ну, если в антивирусной программе в компьютере есть, тот портрет преступника вируса, который может поразить наш компьютер, то он его тут же определяет и заговорит. Обнаруженный вирус сталкивается, и легко определяет и уничтожает. А если у нас в библиотеке этого вируса нет, в нем не обновляли программу, то, значит, компьютер может пострадать. Знакомая картина. Каждый, кто пользовался компьютером, знает об этом. Точно так же работает у нас. У нас есть программа, благодаря которой организм может легко и быстро определить эту инфекцию. Но эту программу нужно что? Постоянно обновлять. Иначе попадется вирус, который мы не знаем. Но есть такой эффект трансферфактора. Он обладает неспецифическим действием. То есть трансферфактор может в целом, даже в третих незнакомый вирус, незнакомую опасность, он может активизировать собственный организм. Активизировать так, как никакой другой препарат не действует. Я очень давно еще когда где-то с 79-го года занимаюсь проблемами иммунной системы. Тогда еще в 79-м году началась война в Афганистане и была проблема наших солдат, которые попадали в Афганистан, у них резко от стресса снижался иммунитет и они заболевали различными инфекциями. У кого-то дизентерия, у кого-то гепатит, у кого-то еще что-то. И была целая тематика разработать такие препараты, которые бы повышали активность собственной иммунной системы, чтобы солдаты не страдали от инфекции. Причем от инфекции страдали гораздо больше, чем от пуль душманов. Во много раз больше. Потери были от гепатитов и так далее. Так вот, сравнивая трансферфактор с самыми различными средствами, которые повышают активность иммунной системы, более 400, это независимые исследования, которые были проведены вслепую. Ученые не знали, которые проверяли, что им. Им дали пробирку номер 1, 2, 3, пробирка номер 400. И посмотрели, как они активизируют гренточный иммунитет. Так вот, трансферфактор по сравнению с соком нони, алоэ вера, кардицепсом, шиитаками, таки и так далее оказался вне конкуренции. Они активизируют иммунитет в данной серии экспериментов на 248%. Лучше, чем все, что существует на планете. Причем это абсолютно безопасный продукт. И причем это вызывает и активизацию, если нужно, и снижение иммунитета, чтобы не вызвать избыточность. То есть это уникальное природное средство, которое позволяет самым простым естественным образом сделать наш иммунитет качественно на новом уровне. Вот еще один аспект. Вот иммуноглобулины А, это белки, которые выделяются через сличество, в том числе в носоглотке. Он чихал, я на тебя. А у меня на твой чих есть иммуноглобулин А, который находится в носу. И он активно нейтрализует все эти вирусы. Так вот, содержание иммуноглобулина А под действием трансферфактора, это более 400 добровольцев, которым определили иммуноглобулины, потом давали трансферфактор, а потом снова определили. На 73% повышается количество иммуноглобулинов. То есть на 73% у нас первая линия защиты уже более активная работает. А теперь посмотрим такой интересный пример. Есть такая поговорка «Леченый грипп продолжается неделю, не леченый 7 дней». Слышали даже, да? Вот на верхнем графике видно, вот темно-фиолетово это концентрация вирусов, тетр-вирусов. То есть попал вирус гриппа в организм, размножается, враг бомбит города и села. Вы извините, я бывший военный, немножко иногда военной терминологии использую, но я думаю будет понятно. А иммунная система еще спит в казармах. Если смотрели фильм «Брестская крепость», помните там, уже немцы обстреливают эти казармы, а часовой у склада с оружием говорит, у меня нет приказа выдавать оружие. Не выдам оружие. Приказа не было. Так вот, иммунная система спит и оружие пока не выдают. В результате вирус успевает размножаться, только на вторые и третьи сутки активизируются цитокины, это иммуноэнтерфероны вырабатываются, иммуноглобулины, и только на третьи и четвертые сутки активизируется клеточный иммунитет. Вы знаете, организм уже в значительной степени поражен, вирус размножился, и если все хорошо, то через неделю человек выздоровеет, если не будет никаких осложнений. А если давать трансфер факторов? Посмотрите, уже через 4 часа идет выброс собственных интерферонов, которые блокируют вирус, деление вируса. И уже в первые сутки собственные иммуноглобулины, собственные клетки иммунной системы, клетки киллера начинают активизироваться, уничтожать этот вирус. Все бы как раз хорошо, но посмотрите на этого ребенка. Очень часто дети болеют, несмотря на то, что мы всячески даем им витамины, минералы и так далее. То есть это трагедия, когда дети болеют. Я уже говорил, что только 0,6% детей, которые идут в первый класс здоровье. И для меня это была личная трагедия, потому что мой младший сын постоянно болел, 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 болел. У него был астматический бронхит, у него постоянно были ОРЗ, у него был хронический гайморит. И когда он шел в школу, мы ему давали в один карман клали один флакончик с гормонами, чтобы он отдохнул, другой, другой. Почему два? Почему не один, а два? Потому что вдруг он один потеряет. И учительницы говорили, она садила на первый парк, что если он начнет синеть и задыхаться, то срочно ему надо брызнуть в рот эти гормоны, чтобы, так сказать, он не умер. За второй учитель первого класса он ходил в школу только 10 дней. Оценки были, знаете, какие? Три напишет, два в уме. Отключите. Ну, какие оценки были? Дохлик, чахлик и так далее. Что из него было? Это не единственное. Вы знаете, сейчас очень многие к часто болеющим детям относятся сейчас в Москве 80% детей от 3 до 6 лет. Некоторые, правда, потом выправляются. Но потом, но в целом, тяжелейшая проблема. И что делать? Я могу сказать, что только благодаря трансферфактору, это ребенок, который сейчас у него 3 четверки, остальные пятерки. У него в 14 лет сейчас рост метр 85 выше меня. И он занимается спортом. Правда, недавно пропустил школу. В соревнованиях по борьбе сломал палец и ему пришлось 2 дня не ходить. А так, в общем-то, до последних 3 года ни разу ничего не пропустил. Он читает толстые книги, он прекрасно, ну, развивается во всех отношениях и физически. Это ли не нам нужно? Фактически, что происходит? Это исследование, проведенное в Кремлевской больнице. Содержание альфа-энтерферона. Это тот интерферон, первая линия защиты против вируса. Так вот, если детям давать трансферфактор плюс цифроферон, другой иммуномодулятор, то через 3 месяца у них нормализуется уровень интерферонов и дети практически перестают болеть. А если давать даже иммуномодуляторы, самые разные, циклоферон, виферон, там, и так далее, самые различные, там, мы проверяли, исследовали, то все равно они остаются часто болеющими, даже несмотря на то, что эти препараты дают им годами. Это ли не выход? Интерферон гамма, вот здесь есть инфекционисты, они знают, что такое интерфероны, то есть, тоже через 3 месяца практически доходят до нормы, и потом фактически дети практически перестают болеть. И эффективность вот этих вот препаратов, которые активизируют иммунитет. Мы сейчас вот смотрим телевизор, вот сейчас там рекламируют циклоферон, полексидоний, там, гликопит и так далее. Так вот, эффективность циклоферона возрастает в 10 раз, если мы дадим детям трансферфактор. Это не значит, что одним трансферфактором все можно решить. Пожалуйста, используйте все средства хорошие. Пожалуйста, можно комбинировать циклоферон, гликопит, полексидоний, все можно использовать. Но, без трансферфактора эффективность других средств малоэффективна. И здесь мы как раз получили очень хороший результат. И, как результат, дети, которые были часто болеющие по действиям трансферфактора, они фактически перешли из-за взгляда нормальных здоровых детей. Менее трех раз в год они болели. Часто болеющие дети, те, которые болеют шесть раз в год и больше. Какие у нас есть трансферфакторы? Вот в частности здесь вот есть очень интересная формула трансферфактора эффективность. Это не просто из молозива коров выделили молекулы. Это средство, которое позволяет целенаправленно уничтожать те вирусы, которые наиболее актуальны. Суть в чем, что у коров свои инфекции, у людей свои инфекции. И, несмотря на то, что у коровы гораздо лучше иммунитет, чем у людей, не думайте, что во всех отношениях человек венец с эволюцией. Корова, она ест немытую траву, пьет из лужи, гораздо меньше болеет. Но, тем не менее, герпюсом они не болеют. И, естественно, она не может передать трансферфакторы, которые защитят вас от герпюса, от хламидии, от уриоплазмы и так далее. Поэтому взяли и заразили этими инфекциями куры. Куры тоже не болеют, но у них вырабатывается специфический трансферфактор против этих инфекций. И, когда из желтков куриных инфекций выделяют эти молекулы, то получается убойный препарат против наиболее актуальных инфекций. И вот Этранс это наиболее типичный пример, который активизирует амонные клетки на 204% и эффективное следствие против лечения герпес-вирусных инфекций. Причем, что удивительно, то он абсолютно безопасен. Он можно назначать с первого дня рождения и до глубокой старости. Он можно назначать беременным, кормящим. Он можно назначать всем подряд и каждому. Есть еще другой препарат, который представляет собой семейство трансферфактора плюс еще других средств, которые укрепляют иммунитет, которых нам катастрофически не хватает. В частности, цинка и другие там цинк, шиитаки, миитаки, кардицепс и так далее. То есть, средства, которые другим путем активизируют иммунитет. И как у детей, так и у взрослых получается очень хороший результат. Ну, синдром хронической усталости. Вот здесь некоторые тоже люди уже так. Устали ее. Чтобы немножко озарить, анекдот расскажу. Приходит муж домой. Поел, сел на диван, уснул. На другой день приходит с работы, поел, сел на диван, уснул. На третий день, четвертый, месяц, два, ну, надо же что-то делать. Подсказали, дай ему трансферфактор. Попил муж трансферфактор, весь он приходит. Так, весь огород скопал, все дрова переколол, забор починил, что еще сделать? Вообще-то, я ожидал оттуда. Трансферфактор разнимает синдром хронической усталости не только у мужчин, но и у женщин. Исследования проводились на матерях, которые лежали в Кременевской больнице вместе со своими детьми. И оказалось, что у подавляющего большинства матерей, если их дети больны герпесвирусом инфекцией, тоже есть герпесвирус. И у подавляющего большинства матерей они страдали синдромом хронической усталости. Когда мы их пролечили вместе с детьми, тогда получили очень хороший результат. Мы получили результат только тогда, когда лечили и мать, и ребенка. Если лечить одного ребенка, а мама, которая его каждый день целует во все места этого ребенка, то это будет малоэффективно. И заодно вылечили у нее, так сказать, у родителей, вылечили хронический синдром хронической усталости. Это колоссальная проблема. Мы просто не догадываемся, сколько людей страдает от синдрома хронической усталости. И это не дезинфицируется. Мы начинаем обвинять этих людей в том, что он лентяй, лодер, что он не хочет что-то делать. А на самом деле это больной человек. Ему надо помочь. Это не вина, а беда. И, как следствие хронической усталости, болезнь Альцгеймера. Колоссальное количество людей в возрасте 80 лет до 50% страдает болезнью Альцгеймера. Джордж Буш старший погиб от болезни Альцгеймера. Даже то, что он президент, и американцы не спасли своего президента от этого болезни. Страшная проблема. Страшнейшая проблема. Что делать, если человек, вот уважаемый человек, выжил с ума? У меня одна знакомая в Москве просто вынуждена была прекратить работать. Она была вынуждена, была посвящена работать, заниматься своей матери. Потому что она забыла, как ее зовут. Она вела себя очень агрессивно. Она могла выйти на улицу и забыть, кто она, где она, где живет. Ни имени, ни фамилии, ничего не знает. Уйти и неизвестно, где там ночевать, в подворотне и так далее. И так далее, и так далее. В общем, жизнь превращалась в кошмар. Мам, бабушка, заслуженный учитель, к ней приходит внучка семилетняя, а эта бабушка вдруг начинает такие слова говорить. Внучка не понимает, почему бабушка так это ругается. А она полностью потеряет интеллект. Трочнейшая проблема, в основе которой лежит именно герпесвирусная инфекция. Герпесвирусная инфекция вызывает поражение центральной нервной системы, вызывается аутоиммунная агрессия, которая фактически очень плохо лечится. И здесь трансфер-фактор. Конечно, герпесвирусная инфекция потерян, он не восстанавливает. Но остановить этот процесс можно, а лучше всего трансфер-фактор предупредить. Если вы будете пить трансфер-фактор, у вас ничего не будет. И болезни Айцгеймера в том числе. Мы говорим, некоторые приходят и говорят, вот пью трансфер-фактор, а видимых изменений нет. Я говорю, а невидимых? Видимо-невидимых. У вас ничего не будет. Ни болезни, ни рака, ни Айцгеймера, ничего подобного. Вот те инфекции, которые выявлены наиболее, это герпес первого-второго типа, цитомигаловирус, хеликомакталбирил, пелори, хламиди, ну, пакость заключается в том, что они все в комплексе действуют. Если бы одна какая-то инфекция, тогда бы все было понятно. А здесь и одна, и вторая, и третья. И когда вот врагов много, они еще маскируются, очень часто люди лечат нейротропными препаратами, то есть восстанавливают проводящие пути, там еще, ну, не устраняют причины. Пока не устранили вируса герпеса, ничего, решения не будет. Еще одна проблема. Инфекционный мононуклеоз. Эпстейн-бар-вирус. Вирус, который вызывает заболевания, схожие с ангеной. Вот в Кремлевской больнице сплошь и рядом поступают дети, у которых неделями лечат антибиотиками ангину, а в результате выявляется, что именно это никакая не ангина, это вирус Эпстейн-бара. Выделяют какой-то страфиолокон, потом хламиди, потом еще что-то, кучами антибиотиками пичкают, а результата нет. Вот типичный пример вот такая. Но здесь, что обращать внимание, нет болевого синдрома и покраснения такого сильного, как при ангине. И обязательно очень сильно увеличены лимфатические узлы. Инфекционный мононуклеоз, по счастью, нас, так сказать, европиоидные расы меньше затрагивают. А вот я разговаривал с доктором наук, профессором из Китая, но это беда страшная. Китайцы мрут от герпес-вирусных инфекций, как мухи, особенно дети. У них чувствительность организма гораздо меньше герпес-вирусных инфекций, чем у нас. И поэтому там это очень актуальное явление. И они используют трансфер-фактор, который получают из крови сиренок свиней. Но там содержание трансфер-фактора в сотни раз меньше, чем у нас. Эффективность гораздо меньше. Но, тем не менее, и это они используют. И вот исследования в Кремлевской больнице, там их очень много. Исследования. Хочется сказать, что если посмотреть красный столб, это после трансфер-фактора, а такой голубенький до, так вот фактически все показатели иммунного статуса приближаются к норме после приема трансфер-фактора. То есть нормализуется иммунный статус благодаря трансфер-фактору, и дети благополучно выздоравливают. Но надо сразу сказать, лечит не только одним трансфер-фактором, лечит всем комплексом. Я потом дам полностью схему, как лечить герпес-вирусной инфекцией. Здесь всем комплексом, но без трансфер-фактора эффективность лечения гораздо меньше. Вот она схема. В остром периоде что нужно делать? Вот если в крови выделяется герпес-вирус, если идет активное деление вируса или репликация по-научному, то нужно назначать аномальное науклеозимое. Завиракс, галцикловир, ганцикловир, ацикловир я не говорю, потому что большинство уже герпес-вирусов приспособились к нему за десятки лет приема, и фактически он оказался сейчас малоэффективен. Но аномальные науклеозимые, можно понимать, как они работают. Иногда встречаешь, что те, которые годами принимают аномальные науклеозимые, буквально позавчера мы встречаемся с гинекологом, который говорит, герпесом лечат, годами пьют ацикловир, а никакого эффекта нету. Надо понимать, что аномальные науклеозиды нужно применять только тогда, когда идет активная репликация вирусов. В остальное время они не только что неэффективны, они еще вредны. То есть здесь надо сочетать, то есть если в крови есть вирусы, в ПЦР выделяется, если нарастает титр иммуноглобулинов, то здесь нужно аномальные науклеозиды, если есть симптоматика активная. А в остальном ситуации они в общем-то уже малоэффективны. Но это очень эффективное средство именно в острый период, как пожарное. Когда горит что-то, нужно приехать и залить этот пожар. Но на этом фоне нужно назначать и трансферфакторы, и Эдванс плюс классические, лучше всего Эдванс работает. Бифидомбактерин, Форде, в больших дозировках. Классный результат. Казалось бы, причем тут кишечник? Причем кишечник. Мы бифидомбактерии, а не в кишечнике. Мы лечим, допустим, герпесвирусную инфекцию, которая вызвала менингит. Она означает бифидомбактерии. Оказывается, 80% как говорит реклама, клеток иммунной системы находится в кишечнике. И если у нас кишечник не работает плохо, если мы не нормализуем микрофолу, лову кишечника, то иммунная система как бы отвлекается. Мы как бы бифидомбактерии, Форде, причем 10-кратная дозировка прекрасно стимулируют развитие иммунной системы и он, в общем-то, помогает решать проблемы. Плюс еще мы назначаем энциклофероны, ликобиты, полиоксидонии и симптоматическую терапию. Но в острый период мы назначаем главным образом аномальные нуклеозиды и иммуномодуляторы, главным образом трансферфантов. В период реконвалисценции, в неактивной фазе вируса нужно назначать трансферфакторы, вот их можно назначать длительно, их можно пить годами. Это абсолютно безопасный продукт. Ну, плюс еще можно, конечно, другие иммуномодуляторы, циклоферон, ликобит, полиоксидоний, ну, бифидомбактерии, если вы будете принимать, тоже, в общем-то, не повредит. Но здесь ситуация такая. Вирусы керпеса фактически очень сложно куда-то полностью избавиться от них. Они стараются даже в хромосомы, их оттуда никак не выкупить. Но мы можем сделать так, чтобы вирусы керпеса не портили нам жизнь. Можно сделать так, загнать их так в угол, что они там будут сидеть и не трепыхаться. То есть они не будут никакого вреда нам приносить. Я вот показывал перед этим снимки, когда я ходил в горы. Вот первые годы, когда я ходил в горы, каждый раз, когда я возвращался, у меня были все губы обсыпаны керпесом. Почему? Потому что дичайшая солнечная радиация и ни маски, ни кремы не защищали. Последние годы я хожу, и никакого керпеса нет. Потому что несколько лет, принимая трансфер-фактор, даже без всякой защиты, уже керпес уже не вылезает. То есть мы можем загнать его так, чтобы он не причинял нам вреда. Даже несмотря на то, что там бешеная солнечная радиация, гипоксия, ослабляется иммунитет и так далее. Мы можем сделать так, даже мать, если у нее когда-то выделялся вирус герпеса, сделать так, чтобы он уже сидел и не высовывался. И он не причинял вреда плоду, который, в общем-то, рождается человек. Дело в том, что во время беременности иммунная система снижается, и вот в это время как раз активизируется вирус герпеса, активность иммунной системы. И что в результате поражает плод, возникает ДЦП, аутизм и так далее. Мы можем сделать так, чтобы этот вирус герпеса фактически не причинял нам вреда. И даже если он попадет, иммунная система быстро и активно с ним бороться. Для этого использует трансфер-фактор. Но их нужно применять не месяц, не два, а месяцев шесть, восемь, десять, иногда год, для того, чтобы полностью, в общем-то, иммунная система встала на свои места и очень эффективно с ними бороться. А вот исследования, которые проведены в Кремлевской больнице, показали, что трансфер-фактор контролирует гладкое течение инфекции, ускоряет динамику восстановления при пневмониях герпес-вирусных инфекций и достоверно снижает частоту повторных заболеваний. И главное, никаких побочных отрицательных эффектов применения трансфер-фактора мы не выявили. Фактически, мы можем избавиться от многих инфекций, в том числе и герпес-вирусов. У меня есть исследования по использованию трансфер-фактора при лечении гепатитов В и С. Исследования были проведены очень интересно. На последнем международном конгрессе по трансфер-фактору, то есть уже 12-й конгресс по трансфер-фактору, международный. Там были ученые из Европы, Америки, Канады, Китая, Кореи, из России тоже было много докладов. Так вот, я делал доклад по использованию трансфер-фактора при лечении гепатитов в С. В чем, что интересно, мы взяли тех больных, которые не могли лечиться интерферонами. По целому ряду причин. То есть у них это было противопоказание, у других непереносимость лечения, у третьих просто не было денег. лечения интерферонами очень дорогое. Так вот, взяли больных, которых нельзя лечить интерферонами, а в контрольную группу взяли больных, которых лечили интерферонами. Так вот, фактически через 3 месяца приема трансфер-факторов мы получили те же результаты, что через год лечения интерферонами. То есть примерно такой же результат. То есть те больные, которые не могли переносить интерферонную терапию, через 3 месяца уже в подавляющем большинстве избавились от этого вируса. В крови мы не находили ПЦР-анализа вируса. А если инфекция далеко сошла, если у вас уже возник цирроз печени, если у вас возникла портальная гипертензия, если уже высокая вирусная нагрузка, то здесь как? Здесь, конечно, о полном выздоровлении уже речь идти не может. Но здесь мы можем стабилизировать ситуацию. Приведу пример. Один мой знакомый, пенсионер, у него была большая проблема. У него был цирроз печени, гепатит С, и еще сердечная ишемическая болезнь сердца и огромная недостаточность. То есть третья степень. И вот он пришел ко мне и говорит, что делать? Он такой человек дотошный. Здесь вот есть такие дотошные люди. Он говорит, вот я мне гепатолог прописал лекарство, но у всех противопоказания заболевает сердечно-сосудистая система. А кардиолог написал второе лечение. У всех противопоказания цирроз печени. И что делать? Если я начинаю дни пить, другой ухудшается. Если я дни пить, другой ухудшается. И в общем-то безвыходная ситуация. Главное, ни тот, ни другой не хочет уступать. Что же? А то, что он там фосфорный лифт пьет, это малоэффективно. В чем у него была ситуация такая, что где-то в неделю два-три раза вызывали скорую помощь из-за того, что давление там за 260. Вот. Потом у него уже цирроз печени начался, у него уже асцит. В общем-то, врачи сказали, ну что, готовьтесь, подыскивайте место. Что делаем? Так вот, через три месяца у него нормализовались, после приема трансфер-факторов, мы назначали ему и кардио, и сердце, и Э-20+, больших дозировок. Через три месяца у него уже была стабильная ситуация, он уже перестал вызывать скорую помощь. Через шесть месяцев он уже зачисткал, собрался на дачу ехать. А через семь месяцев он пришел ко мне и говорит, от этих трансфер-факторов мне стало хуже. Вот смотри, анализы до и после, вот за последние два месяца анализы стали гораздо хуже. Я сдал анализы, печень плохо работает, там и так далее, все, АЛТ, СТ подскочил. Понимаю, начинаю с допроса пристрастия, может ты чем-то болел, может что-то съел, нет, ничего не уел, мне даже прививку от энцефалита сделало. Как? Ну как? Ну как всем делают? Я вшел врачом, он говорит, на дачу поедешь, поеду. Дачу иди, сделай с соседним прививку от энцефалита больному третьей стадии цирроза в печени и сердечная недостаточность. Как ты не умер? Можно только удивляться. Прошло два года, фактически стабильная ситуация, у него дача 20 соток, всю пашет, работает, нормально себя чувствует. То есть мы получили стойкую ремиссию, будем называть так. Конечно, у него проблемы с печенью есть, конечно ему нужно постоянно ее поддерживать. Конечно, у него проблемы с сердцем есть, полностью все не уйдет, но тем не менее это выход. У меня есть очень хорошие результаты по использованию трансфер-фактора при лечении больных спидом. я не поставил здесь слайд, но количество Т4, Т8, Т4, СТ8 резко повышается. То есть мы фактически можем добиться стабильности, стабильной ситуации. Причем были случаи, когда буквально из палаты для умирающих больных вытаскивали и они, в общем-то, до сих пор живут. Но мне хотелось бы поговорить о другой проблеме, которая гораздо более актуальна. Я вижу здесь много мужчин старше 50 лет. Для них особенно хочу сказать, что каждый мужчина старше 50 лет с вероятностью 50% получает в России инфаркт миокарда. Россия впереди планеты всей по количеству больных инфарктом миокарда. 50% тех людей, которые получают инфаркт миокарда, умирает до приезда скорой помощи. 50% тех, счастливчиков, которые дожили до приезда скорой помощи, умирает в скорой помощи или в больнице. И 50% тех, которые своими ножками вышли из больницы, в течение года получают повторный инфаркт миокарда. Дорогие женщины, вам крупно повезло. У вас эта статистика начинает работать с 60 лет, а не с 50. Но тем не менее, эта статистика все молодеет и молодеет. Недавно я узнал, что у моего сына, друг, с которым вместе в школе учились, в институте, 36 лет, моему старшему сыну, его друг умер от инфаркта миокарда, врач. Вот в 36 лет. Причем, скорая помощь не успела доехать. Не надо думать, что буду креститься, когда кровь грянет. Поздно, доктор, почки уже отвалились и сердце вы... Ну, посмотрите, что в других странах. В других странах-то люди гораздо меньше болеют. И все меньше и меньше болеют. В Америке заболеваниями сердечно-сосудистыми заболеваниями снизились в два раза. В Финляндии в 12 раз. Люди забыли, что такое инфаркт, инсульт, гипертония. Это, оказывается, можно избежать. Но дело в том, что у нас в государстве программа направлена на то, чтобы скоропомощная помощь была. То есть, когда инфаркт шарахнет, тогда мы тебе на скорой помощи привезем в лучшую клинику, сделаем пересадку, операцию, еще что-нибудь. А в других странах направлено на профилактику. Американцы установили, что самое эффективное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, они на сотнях тысяч добровольцев доказали, что гинго-белоба лучше всего предотвращает амниканцев инфаркты, инцепты и атеросклероз. Японцы доказали, что экстракт красных рисовых дрожжей лучше всего работает. Китайцы самое эффективное это боярышник. Французы говорят, да нет ничего лучше красного вина. Рисфератрол, который там находится, прекрасно проколактируется в лично-сосудистые заболевания. И они меньше всех в Европе болеют инфарктами и инцепты. А для русских исследования российского института атеросклероза показалось, что самое эффективное это экстракт чеснока. Так вот, все это есть в одном препарате, который находится в Фолайфе, называется трансферфактор кардио. Но самое интересное еще не это. Американцы, ой, немцы установили, что развитие атеросклероза основную ключевую роль именно вирусы и керпеса, и цитомигаловируса, и пштейнбар, и хеликобактер вызывают именно поражение сосудов. Начало идет поражение сосудов вирусами герпеса, хламидиями, ореоплазмами, цитомигаловирусом, а потом уже на этом месте развивается атеросклероз. И если чем больше инфекций, то вероятность развития инфаркта и инсульта во много раз возрастает. Фактически мы имеем возможность решить принципиально эту проблему. Трансферфактор кардио содержит специфический трансферфактор, направленный против как раз этих инфекций. Американцы и немцы установили, что если применять противогерпетическую терапию против атеросклероза, получается очень хороший результат. А если применять трансферфактор, то получается не очень хороший результат. Великолепный результат. Фантастический результат. Мы можем взять и вот эти заболевания гипертонической болезни, ишемическую болезнь сердца, все это стереть. Знаете, как на карточке моей мамы написано, каким жирным ГБ первой, второй степени там пишут такие жирные. Гампалочки римские оставить, чтобы потом можно было ишемическое болезнь ИБС первой, второй степени. У нее несколько лет назад была серьезнейшая проблема. ИБС, ГБ и так далее. Сейчас она забыл стрелять гипотензильные препараты. Прекрасно себя чувствует в 88 лет. Фактически мы имеем возможность принципиально решить проблему. Вот исследование, проведенное в Новосибирске, показывает, что под действием трансферфактора медленно, месяц за месяцем снижается количество плохого общего холестерина и фактически через 7-8 месяцев доходит до нормы и фактически самое интересное, что потом не возвращается. Чем плохие статины? Тем, что пока пьешь хорошо, выкончил пить, становится плохо. А потом печень начинает стрелять. И не пить нельзя, и пить нельзя. Будешь пить, печень посадишь. Не будешь пить, холестерин подскочит и все, каранты. Что делать? Что делать в таких случаях? Операцию делать. А ортокоронарное шутирование, платить деньги и так далее. А здесь самым простым естественным образом, и главное, если вы прекратите пить трансферфактор, то потом это все довольно долго держится, не восстанавливается. А вот хороший холестерин поднимается. Я вам сейчас покажу очень интересную статистику, нормализуется иммунная система, но главное вот этот снимок. Я могу отойти, даже чтобы показать. Уникальный снимок. Вот если посмотрите на левый и правый, вот до приема трансферфактора человека сердце фактически шли-шли и прерывается. Ему срочно нужно было делать аортокоронарное шутирование. Но не было денег заплатить за операцию. Полмиллиона не у каждого в кармане лежит. Что делать? Он стал научить на бесплатную операцию. Пока уйти не дошла, через 9 месяцев, он пил трансферфактор. Но перед операцией решили еще раз сделать коронарокардиографию. Посмотрели, а операция уже не нужна. Сосуды восстановились. Удивительный, но факт. Конечно, в таких случаях я должен сразу сказать, что не стоит обольщаться. Если уже сосуды забиты, вы можете не дожить 9 месяцев до того, как трансферфактор очистит ваши сосуды. Лучше до этого не допускать. Это уже крайний случай. У меня большинство людей, у которых уже такая картина, они начинают пить трансферфактор, если есть возможность, все-таки делают аортокоронарное шортирование, потом живут очень долго. Но лучше, зачем делать операцию? Лучше начните сейчас. Как говорят китайцы, надо лечиться не за 2 дня до смерти, а за 2 года до болезни. Недавно я обследовал свои сосуды. по блату мне в Кремлевской больнице стали проверять сосуды. Там врачи собрались и говорят, этого не может быть. сколько вам лет? Скоро 60 будет и такие сосуды, как у ребенка. Все сосуды в норме. Никаких атеросклеротических бляшек, ничего нет. Могу, наверное, брус подняться и так далее. И это не только мой пример, это доказанный факт. У меня есть люди, которые взяли автокоронарное шутирование, потом несколько лет принимали трансферфактор, в Бакуле проводили обследование. Так вот, эти врачи, которые говорят, что ж ты принимаешь такое, такого не может быть. После аортокоронарного шутирования в среднем живут 5 лет, а ты уже 9 живешь, смотрим, и сосуды как у младенца. Что ж ты такое делаешь? Трансферфактор пью. Ну, не может быть. какие-то бады, чтобы что-то делать. Но есть не все врачи так плохо относятся к трансферфактору. Есть врачи, которые прекрасно понимают, как это работает, но, тем не менее, не хотят терять хирург. Картеологи, хирурги, они уже вовсю используют как. Приходит к ним больной, говорит, да, мы сейчас тебя будем готовить к операции. Начинает принимать трансферфактор. Потом делает операцию, получает денежки, потом говорит, вот у нас меньше всех осложнений, меньше сосудов не забивается, все хорошо. И смотри, как ты прекрасно принес. Всем рекомендую нашу. У нас хоть и дороже, но зато и более безопаснее. Почему бы и нет? Безус. Но ботокенные микроорганизмы, они еще сбивают с толку нашу иммунную систему. Сбивают с толку так, что она начинает атаковать собственные организмы. Вот вирусы керпеса опасны тем, что они разрушают собственные клетки. И, вырабатываются аутоантитела, против собственных клеток. И в зависимости от того, что они разрушают, на то и происходит атака. Более того, они провоцируют еще развитие аллергии. Моя жена, Марина Митаповна-Арьяева, иммунолог, аллерголог, клинический фармаколог, она сейчас проводит исследование, в котором показано, что керпес-вирусные инфекции, они как раз провоцируют развитие аллергии. И сбивают с толку свою собственную иммунную систему. И возникает неадекватная реакция. И то, что эти керпесы постоянно, практически у всех распространены, приводит к потрясающим, отрицательным результатам. Если еще пять лет назад аллергия была у каждого девятого, то сейчас двое из трех уже страдали в той и вной степени от аллергии. Два человека из трех уже у них проявление от аллергии. это иммунная система сбита с толку. Начинает неадекватно реагировать. Или возникают аллергические реакции, или аутоиммунные. Что в этом случае делать? Единственная разумная альтернатива, конечно, это принимать трансферфакторы, которые позволяют вразумить нашу иммунную систему. О механизмах действия довольно много написано, если это уже тема отдельной лекции, но я хочу сказать, что благодаря трансферфакторам мы можем реально сделать так, чтобы наш организм получил совсем другое качество жизни. И крепкий иммунитет это залог счастливой жизни. Мы можем победить самые-самые опасные и неприятные инфекции. Мы можем забыть об этом. Мы можем жить очень долго и счастливо. Мы можем сделать так, чтобы наши дети не болели, чтобы наши пожилые родители тоже себя чувствовали хорошо, чтобы они забыли, что такое кипертония, глаукома, катаракта и так далее. Чтобы никогда у них не было болезни Ацгеймера. Мы можем сделать так, чтобы повысился собственно наш потенциал. Я уже не говорил, я передам слово Сергею Константиновичу, он расскажет, какие возможности открывает трансфер-фактор нового качества жизни. Поэтому я не знаю этого. Можно представлю тогда Сергея Константиновича Пинаева. Это мой друг, товарищ. Друг, товарищ. Я вместе с ним ходил в горы и он в общем-то на слайдах, которые есть, вместе с ним в одной связке ходим. Он врач-онколог, кандидат медицинских наук, живет там, в Хабаровске. Мы вместе с ним учились в одной школе, в одном институте, занимались в одном аэроклубе и сейчас вместе ведем по жизни в компании служат. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!